Всем привет, ребят! Поздравляю вас с погружением в урок 1.1. Вы не ослышались, глаза вас не подводят. Видео так и называется, урок 1.1. Потому что в этом видео оно будет обширно, как видите, почти полчаса. Сразу много тем, то есть тут больше будет не уроков, а воспоминаний прошлых тем, те, которые кто-то что-то пропустил. Обязательно надо про это сказать. И, так скажем, лайфхаки, какие-то моменты, которые люди пропустили в уроке 1. И перед тем, как мы начнем после этого видео, буду уроки новые снимать, я хочу вспомнить старое и для кого-то новое. То есть обязательно в этом видео еще что-то новенькое покажу. Первое, что я хочу сказать и напомнить, что я работаю в виртуальной среде. То есть это VirtualBox версии 5, там 2, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 7. Короче, не 6. И информация-то актуальна уже, ребят, 2 года. То есть реально сидеть на 6 невозможно. Сидеть на другой винде, кроме как вот этой, 18.03, оригинал. Тоже не представляю. Именно 18.03 и именно версия VirtualBox 5.2. Ну вот сейчас 5.2, да, понятно. Разработчики VirtualBox знают о проблемах. Именно о графических, о каких-то артефактах вещных этих, 3D, ускорителях и так далее. Поэтому они поддерживают так долго 5-ю версию уже 2 года. Каждый раз, каждый месяц что-то там обновляют. Вот именно для таких, как я. То есть они сидят и пользуются 5-й версии, где и окна, и курсоры, и все остальные звуки, и все работает. Так вот, обязательно, значит, VirtualBox. Для тех, кто спрашивал, несмотря на то, что я уже говорил, а почему именно VirtualBox, почему не в живой среде? А потому что мы делаем в основном не графический редактор. То есть мы работаем с файлой системой, работаем с драйверами, работаем, не знаю, там, с флешками. То есть попробовать сейчас к файлу системе что-то там сделать, эксперимент какой-то, полетит у вас все. И с жестким диском и так далее. То есть это не графический редактор. То же самое Vintentwick. То есть мы работаем с серьезными вещами, поэтому рисковать не нужно своими данными. И все прекрасно работает и летает. Это не такие же танцы с бунтом, как типа на Mac'е Parallels Desktop. Нет, VirtualBox, пятая версия, как все при этом замечают, задают вопрос тебе, зачем виртуалка? Как все при этом одновременно же и замечают, что работает она шустрее, чем у людей на живых компьютерах. То есть ты спрашиваешь, какой у тебя конфиг, что это как у тебя виртуалка так быстро работает? Так быстро работает, во-первых, благодаря Vintentwick, это во-первых, да, и плейлисту основного канала. А вообще, еще раз, для производительности и для безопасности лучше использовать как раз виртуальную систему. Поэтому, но есть некоторые косяки виртуальной системе, которые я не могу не сказать, с которыми люди столкнулись. Я не хочу, чтобы люди на это нарывали. Смотрите, копирую какие-то произвольные объекты себе в папку, новая папка. Называю 1, 2, 3 и бросаю ее к себе на сетевой типа диск. Вот, кстати, видео, которое в данный момент записываю, сюда сохранится. И бросаю эту папку себе на внешнюю, то есть общие папки, вы помните, да? То есть VirtualBox может указать вот эту общую папку. Так вот, бросил я это 1, 2, 3, смотрим, опа, а где файлики? А вот у них нет. Удалить? Да, удаляем. То есть, на самом деле, вот так вот, ребят, не попадите на такую вот фигню. Всегда, если вы что-то хотите, правой кнопкой добавьте в архив, и уже потом сам архив кидайте. Потому что есть такая... Ой, случайно потянул на рабочий стол. То есть, есть такая проблема, что папки он не бросает. Вы, как бы, это тоже должны знать. Вот, еще раз, винда 1803, именно вот этот вот оригинал 1803, быстренько, и все на ней прекрасно работает. Вот VirtualBox сказал, про пустую папку сказал, также это обязательно. Снимок лучше делать VirtualBox на перезагруженной системе. То есть, вот смотри, мы сидим сейчас в живом сеансе Windows, и нам не нравится снимок, или, допустим, мы хотим новую поставить, то есть, все, мы уже что-то там пообновляли, что-то сделали, хочу новый снимок сделать. И вы тянетесь уже там наверх, там сделать себе новый снимок, а потом у вас не работает Drag & Drop. То есть, еще одна проблема, такой костыль. Все потому, что вы удалите снимок сначала, перезагрузите виртуалку, вот она у вас включится, у вас, типа, виртуальный компьютер, будет добро пожаловать, и вот тогда сделайте снимок, и вот тогда Drag & Drop будет работать. Вот такие вот заморочки, но, как бы, теперь будете знать тоже. Касаемо версии Дотнета, еще один такой вот совет вам. Не старайтесь гнаться за последней версией, потому что, если у вас будет много пользы, как у Винтон Дикера, вы столкнетесь с тем, что у кого-то неподдерживаемая или от Autodesk модифицированная Дотнет-версия, или покалеченная с помощью Dism++ до сих пор, упаси, этот китайский продукт, это тоже, короче, лучше использовать что-то промежуточное, не слишком старое, потому что она отстала и убогая, тормознутая, и не слишком новое, то, что не потянет, там, семерку, восьмерку не потянет и так далее. То есть выбирайте альтернативу. На сегодняшний день, пока вы смотрите видео, я проект создаю на 471, тот же Винтон Тригер, то есть все библиотеки, все поддерживают, все новое, но платформа чуть-чуть раньше, но не слишком рано, понял, да? То есть это промежуточное. 471, 472 — идеально вариант вообще. Вот, то есть именно вот в этом и разрабатывайте. Я сейчас еще один момент покажу. Создадим какой-нибудь, например, класс. Назовем его класс. И назовем, и сделаем его, во-первых, публичным, потому что мы сейчас к нему будем стучать, и создадим какой-нибудь метод, и сделаем его тоже публичным, потому что мы к нему сейчас будем коннектироваться и статичным. И вот есть у нас некий метод, который мы вызовем, допустим, из формы. Такой тоже вам как бы лайфхак. Очень простой, это как бы контекстный, но тем менее мало кто использует, особенно когда ваш продукт растет на глазах. И вы вызываете из этого класса 1 метод, соответственно, и как-то копаетесь у себя по программе, и смотрите, думаете, а что это за метод такой? А, понял, а кто его вызывает? А зачем мне это надо вообще? И вот такое часто бывает, то есть когда может быть много данных. Нажимаете правую кнопку, или просто горячая клавиша Shift F12. Таким образом вы получите результат, откуда вы вызываете конкретную перемену, свойство, поле или метод. И это очень удобно, Shift F12. То есть тут смотришь, смотришь и думаете, ух ты, глянь, ах ты такой, зачем я его создал? Вот такое тоже бывает. А бывает то, что уже фантазии не хватает, настолько много всего делаете, что у вас уже все буквы, все алфавиты закончились, уже смотрите, думаете, а это для кого? Это кто отсюда вызывает? Вот, и так далее. То есть такое тоже бывает. Еще один момент. Когда я рассказывал вам про комментарии, то есть можно делать такие комментарии, можно делать там по словам комментарии, можно делать такие суммаре комментарии. Я не рассказал еще про такую штуку, как список задач. Если вы будете делать стандартный комментарий, но при этом напишите to do, потом, допустим, нужно что-то сделать, допустим, себе такое примечание. И вот это вот нужно что-то сделать, ребят, вы всегда сможете найти вид список задач. Нажимаете и оп, он вам находит, где это есть. То есть я сейчас в классе и в форуме создам точно такую же. Пишу обязательно to do, то есть это ключевое to do. С английского типа заметка нужно сделать to do, то есть к чему-то, к сделанию. То есть мне нужно что-то нужно. И здесь будет нужно 2. И вот смотрите, нажимаю значит вид, список задач, и вот он мне находит опять же в форме 1 и в класс 1, там, где у меня есть тети to do. Если я слово to do уберу, и, соответственно, начну искать вид список задач, я, конечно, можете по ключевым словам искать, да? Но to do очень хорошо помогает, типа мне нужно сделать. То есть себе заметки какие-то примечания делаете. Список задач, как видите, первый to do нашел, а второй нет, потому что я вот отсюда убрал слово to do. Вот, очень полезно тоже, как бы, будете знать, что это нужно. Так, сейчас это все закроем. Список задач закрываем, to do убираем. Следующий момент. Вы сидите на форме, и есть задача положить сюда панель, но при этом, чтобы кнопка была не на панели, а как бы на форме, так же, как и панель. Но чтобы и панель была здесь сзади, но кнопку не брось с ней. Вот как это сделать? Сейчас я покажу, о чем я говорю, в чем смысл. То есть я беру панель, растягиваю ее, допустим, вот так. Она мне идет так же, как и кнопка сзади. Сейчас уже, видите, она пропала. А кнопка должна быть спереди. Что мне вот сейчас сделать? Вы можете сказать то, что, ну, нажми правую кнопку, и сам же показывал на задний план. Допустим, я ее бросил на задний план. А что, если на заднем плане что-то есть, что совсем на заднем плане? И оно такого же размера. Как мне быть? Как мне лезть дизайнер, вот это все ковырять, то есть переставлять? Это неудобно, ребята. Я сейчас вам расскажу про вещи, которые забыл рассказать. Помимо на передний, на задний план, вот нужно вытащить кнопку, есть такая штука Ctrl-Alt-T. Открываете, и у вас появляется такая вот структура вашего проекта. И вот мы видим иерархию. Идет панель 1, самый верхний контрол. Потом у нас на форме идет баттн 1, а потом идет лейбл. И вот мне нужен этот баттн. Как вот вы видите, я сейчас выделил. Сейчас так, ну, кой, сюда. Куда-нибудь, вот сюда. Вот, он у меня сейчас выделен. Я, конечно, могу вот здесь вот, ой, промахнулся. Идем еще раз, Ctrl-Alt-T. Нет, так не надо. Вот есть стрелочка, нажимаем вверх, и все, бац, он у нас на переднем плане. То есть, чтобы вы понимали, задача выполнена. А задача была, напоминаю, в том, чтобы кнопка была на переднем плане, но не на панели, а именно на форме. Но в то же время панель там нужна. То есть, допустим, вот я сейчас возьму кнопку, начну ее таскать, я отпущу здесь же, поздравляю, я только что его воткнул в эту панель. И это проблема. То есть, смотри, сейчас я докажу. Видите, панели баттн. И здесь уже наверху не поднимешь, ни вниз, ни вверх. То есть, она уже как бы одна там сидит. Вот, поэтому можно просто вот так вот вытащить. И вот она уже будет вне. Но она потеряла свой этот, поэтому лучше сделать так, как я до этого показал. Вот, соответственно, вот у нас идет стоп, назад. Как у нас стояло там? Ой, сильно назад махнул. Ну ладно, вы, главное, поняли. Сейчас я верну по центру, захожу, Ctrl-Alt-T, button, наверх. И, собственно, вот кнопочка здесь. Все очень легко и просто тоже очень легко запомнить. Еще один момент, который стоит рассказать, это недоработка. Я, как вы помните, я показывал баг такой. Если мы пишем директорию, например, Delete. Вот я сейчас, ребят, все, что показываю, чтобы вы понимали, это то, ради чего я не буду снимать отдельное видео. Поэтому я вот сейчас так быстренько бегу по темам, которые вам уже как бы нужно знать с урока 1. Ну и там, вы поняли, что-то там нужно знать с урока 1, то, что я начальник уже сказал. А что-то уже после 20-го и 40-го урока. То есть сейчас идет 41-го, а вот после 40-го понятно. Так вот, у нас нет такой папки, что произойдет, если я сейчас попробую багнуть. Я нажимаю удалить, и у нас, оп, ошибка, косяки, все плохо, все ужасно и так далее. Вот, это, соответственно, работает. Но если я сделаю файл Delete, я в этот кэтч никак не попаду. То есть я запускаю, кнопка, и все молчит. Это недоработка, я про это рассказывал. То есть это баг конкретный. Еще одна недоработка, которая вам тоже стоит знать. Смотрите, у меня есть, допустим, каталог какой-то. 1, 2, 3. Напоминаю, еще один лайфхак, который также, я смотрю, никто почти вообще, 99% людей не знали. Shift правой кнопкой по папке, и мы получаем пункт копировать как путь. И теперь смотрите, у меня задача из этой папки грохнуть лог файлы. Смотрите, создаем тексты документик 1, создадим какой-нибудь батник, и создадим какой-нибудь тексты, но лог. Пишу лог. Вот эту папку чуть-чуть в сторону. И, кстати, если у вас так вот не помещаются вот эти вот вещи, вот это неудобно смотреть. Еще один лайфхак. Прямо в этой папке кликните в пустое место, а потом нажмите Ctrl, плюс на нампаде. Ctrl, плюс, хоп, и у вас уже все помещается, все эти. Итак, я что хочу? Я хочу грохнуть отсюда все. То есть я пишу directory, как обычно, get files, как мы уже делали, как вы помните, и получаю его из того пути, который я скопирую в буфер, и указываю здесь маску, звездочка, точка, лог. Неважно, я могу указывать search option all directory, смогу не указывать, это вообще нам не важно. Перегоняю это все в список, и говорю for each, мне нужно грохнуть каждый. То есть x, и говорю file delete. File delete x, все. То есть у нас простая команда, которая грохнет нам все лог-файлы из конкретно пака, который мы указали. Я сейчас попью водичку, ребят, а вы посмотрите внимательно команду и скажите мне, что вас здесь смущает, если вас вообще в принципе что-то смущает. Вот вы смотрите и думаете, ну все окей, вот ты нажимаешь кнопку, сейчас лог улетит. Все, лог улетел, смотрите дальше. То есть я не буду, чтобы вы паузу не нажимали, просто смотрите и думаете, вот что здесь не так. Даю вам возможность еще несколько секунд подумать, все ли тут хорошо. Ну типа все же правильно указал-то в директории getfiles. Ну вот посмотрите, посмотрите. Так вот, ребят, возвращаясь к теме о недоработках и багах, показываю, что здесь не так. И вы подумайте, вот этот код я вообще не имею, да? Лежат у нас тут разных файл. VBS, KMD, TXT, правильно, да? И мы знаем, что вот лог, он как раз-таки долбанет. Ну мы же ему указали там звездочка, то есть маска, да, неизвестно там, что до него идет. Точка лог. Вот так вот файл заканчивается. То есть если мы создадим какой-нибудь лоджик, то это уже не звездочка. Ну да, звездочка лога попадает, а вот этот IC не попадает лоджик. И вы сидите такие спокойно, ну да, все правильно. А теперь смотрите, нажимаю кнопку. Смотрим на файлик, бац, и улетел. Вот так, ребят, еще один момент, который вам стоит знать, когда вы делаете get-файл вот по такой маске. Будьте уверены, если вы собираетесь долбануть какой-то этот, вы попадете на то, что будут улетать вообще прям все, что идет даже после лога. Спасибо, что называется Microsoft. Дальше, что я хочу рассказать, сейчас я удалю папку, она нам уже не нужна. В следующий момент хочу рассказать про профилировщик, производительство, про который я недавно, кстати, на канале рассказывал. Что он дает? Вы хотите засечь, засмотреть, посмотреть, что у вас с программой происходит не так, почему она какую-то функцию долго выполняет или вообще стартует, например, долго. Вот, например, возьмем Vintant Trigger, он у кого-то запускается 5 секунд аж целый. То есть, что он так долго запускается? Вообще странно. Вот, что я делаю? Я захожу в отладку и нажимаю Alt-F2, профилировщик производительности. Ставлю галочку на CP и нажимаю начать. И у нас здесь запускается так вот торкнула какая-то штука, а теперь, смотрите, навожу мышку на форму, оп, что-то сработало, оп, начинаю вводить, начинаю тыкать по кнопке. Видите, что-то происходит. Это все происходит событие и насколько что-то у нас жрет. Давайте закроем. И вот все события от старта программы и по ту как раз шкалу, которую вы видели, по этой вот диаграмме, так скажем, да, вот все, что происходило. Мы можем выделить отдельный участок, посмотреть, что у нас по клику там такого сложного произошло, допустим, у вас тут зашкаливает, да. Но чаще всего интересно посмотреть, почему программа может долго стартовать, кто жрет столько, допустим, ресурсов, вот задались вопросы, да. Здесь вот очень интересно такое вот облачко, где можете по графику посмотреть. То есть первое ядро, ну понятно, да, то есть сам запуск программы, на ядро больше всего нагрузки, то есть 52% и на ядро. Ну это просто запуск, понятно. А UI, значит, вот и вывод, файловая система идет, нагрузка, потом идет UI. Кстати, странно, что у них по-русски написано UI. Ну это юзер интерфейс, понятно, да, то есть это графика, вот. JIT это Just-in-Time компилятор на лету, для тех, кто не знает, динамический компилятор. Кстати, ребят, если вам что-то непонятно, нажимаете вот, где вы сидите, нажимаете F1, хоп, и у вас открывается справочка, напоминаю, F1, и он вам тут все понапишет, что за профилировщик производительности. Я, конечно, рассказываю только то, что нужно, чтобы вы не запарились, да. И такие сидите, думаете, так, кто это такой, 70% жрешь, что это такое? И вы нажимаете, ага, понятно, то есть вот этот метод, это я понял, это я знаю, ну-ка, что он там делает? Вот, то есть здесь можете изучать, пожалуйста, смотреть. То есть открыли, ну-ка, сведения об источнике доступны, нужно на дебаг перейти, но это неважно. Смысл в том, что здесь вы можете засекать и смотреть, кто у вас отнимает столько ресурсов на запуск, на выполнение какой-то задачи, не грустит ли у вас, в принципе-то, да. Вы, конечно, в дебаге можете смотреть, но профилировщик производительности, еще раз, он вам помогает работать именно с производительностью, а не просто там в дебаге показывает, как у вас там что-то грузится, потому что релиз, как вы знаете, вообще почти не грузится, ничего, ни оперативку, ни ЦП, то есть с ним вообще все всегда, как правило, прекрасно. Следующий момент, который я хочу рассказать, это, кстати, у меня в буфере я ее специально сохранил, сейчас вам покажу, это у нас, это у нас, вот он, для тех, кто, то есть я вот специально оставлю сейчас на экране, пока буду говорить, и вместо IP мы сейчас взобьем, что-то типа, вот я вот этого вбивал, даже мы сейчас попроще сделаем, чтобы вы поняли. В видеоуроке про регулярные выражения я рассказывал про то, как спарсить JSON, то, что XML поудобнее, и многие отметили в комментариях, что для JSON есть сериализатор, вообще-то можно сериализовать этот. Вот, нажимаем кнопку для тех, кто взял, вот он нам пока с Джакарта, то есть забьем какой-нибудь другой IP-шник, перезапускаем проект, смотрим, Whitehall какой-то, вот. И, соответственно, я нашел более короткий даже способ, чем то, что мне рекомендовали. Еще раз напомню, ребят, если я рассказываю про Regis, это не значит, что, зачем ты это показываешь, как мне кто-то, по-моему, сделал замечание, типа, в 2019, в 2020 году рассказывать про 4Each, когда есть, типа, вот, 4Each, Link и так далее. Это уроки, то есть те, кто не понимает, или те, кто пытается там это помериться, еще раз напоминаю, я рассказываю о ZIP, которое нужно знать обязательно. Здесь точно так же с Regis, я его редко сам я использую, то есть там вот в проверке на вирус я делаю и все. А так в основном нет. А JSON я вообще делаю с помощью вот такого стилизатора, а не как вот люди в основном делают. Вот. Динамик, кстати, тоже еще один такой момент, про который я не рассказывал, это еще один зарезервированный, собственно, у нас этот тип данных, который является таким же, как объектом, только в отличие от объекта, он динамически компилируется по ходу программы. Сейчас объясню тоже, что и такое. Но сейчас не об этом. Посмотрите, как выглядит WebScript Serializer. Вот у нас WebScript Serialization. То есть это намного интереснее, намного короче, намного проще именно вот для веба, да, то, что... Ну, в основном, мы все в вебе же берем, там, парсим. Соответственно, я рекомендую делать не каким-то там, где в интернете, и не Regix, конечно, для таких вещей. Вот. Еще заодно LandGru. Но я не стал на этом застрять внимание в прошлом видео. Еще раз рассказываю. Regix был про Regix, а не про IP, а не про сериализацию и так далее. То есть это был урок про Regix. Вот. Если же говорить действительно о том, как JSON лучше сериализовать и где сериализовать, да, то есть самый короткий способ, вы еще видите на экране, не знаю, найдете в интернете или нет. То есть понятно, что кто-то его использует, но почему-то там, где я искал, все предлагали костыльные методы именно JSON сериалайзер, сериализация, а не WebJSON, который намного быстрее, как видите, то есть берешь просто строку и вынимаешь из него конкретно там сити. То есть, как помните, я показывал IP-ху из IOM и заходили, там есть отдельные ячейки, вот, собственно, ячейка сити. То есть и все, он нам показывает. Вот. Еще один момент, последний сегодня, который я вам расскажу, это проверка на null. Допустим, ну и заодно вот этот дайнэмик покажу. Вот есть у нас, например, какой-нибудь объект, вот этот объект вам компилируется, в принципе, когда уже вы продукт создаете. А чем отличается дайнэмик от объекта, то есть мы напишем сейчас дайнэмик, сейчас вы просто поймете, дайнэмик, допустим, какой-нибудь, допустим, не знаю, лол, то есть мы угораем, дайнэмик лол. Я здесь пишу, лол равен, допустим, чу, и вы такие думаете, а кто такой? Кто это такой? Что значит, это как это такое, лол? Ты кто такой? булл что ли? Ну, может быть. А давайте я скажу, лол теперь равен 123 в стринговом понимании. Никаких ошибок нет, смотрите. А теперь я говорю, что лол равен 123 как цифры. Поняли, да? То есть дайнэмик, это тип данных, такой же как объект, в котором можно записывать, но он динамически может меняться по ходу программы. То есть вы можете в дайнэмик, но это не вар. Еще раз, вар вы если сказали, он уже понял, что это там некий булл, например, вот дальше ты из него стринг не сделаешь, но... Так вот, допустим, возьмем дайнэмик тест, проверку про нал. Я особо тоже углубляться не буду, я просто помню, что я про это не сказал, отдельное видео снимать я не считаю нужным, но если кому-то интересно сказать, видите, да, это то, что я включил спонсорство на канале, кто хочет поддержать меня для тех спонсоров, которым интересны документы, какие-то дополнительные материалы, как вот я, например, углубляюсь в интон-триджер, то есть заморочки мои, все, если вам, конечно, это интересно, можете посмотреть. Там про нал тоже я отдельное видео снял, но вот сейчас я покажу именно, как вот, в принципе, зачем такой нал нужен. Вот, смотри, я создал некий дайнэмик тест, то есть простой пример для тех, кто вот просто хочет понять, что за два вопроса такие, вот есть такая проверка. Я говорю, допустим, «Ив», или даже не «Ив», я сейчас просто скажу «Месседжбокс», «МСГ», и в нем я задам такой вопрос. Сейчас я все сотру здесь вообще. И вопрос такой, «Ив», даже не «Ив», давайте так, «Дайнемик», «Дайнемик», «Ой, Дайнемик», «Тест», «Тест», если не равен «Нал», если он не пустой, то в «Месседжбокс» выведе «Окей», допустим, и ставим двоеточие, и здесь говорим, допустим, а, или давайте, знаете, как это сделать? Да, нет, вот. Да, нет, вот. «Дайнемик» «Тест», «Тест», здесь, говорю, равен, а, ничего не равен, все, «Дайнемик», «Тест», потом говорю, если тест не «Нал», то, ой, тут у нас будет «Да», а вот здесь будет «Нет». Так, что-то мне нравится, «Месседжбокс», «Тест», ой, куда я выткнул это равно. Вот смотрите, допустим, это типа как вот булла, да, то есть true, false, 1, 2, 3, и так далее, то есть я делаю простой пример. Я хочу проверить вот этот тест, он вообще пустой, и если пустой, то «Да», допустим, а если нет, то «Давай-ка нет». Это можно все упростить, я говорю, как, мне нужно «Да», если он как раз-таки не пустой. Все это можно намного проще сделать, ребят, смотрите, не «Нал». То есть я говорю «Тест», вот мне покажи тест, то есть он будет содержать в себе какой-то, например, текст, да, но бывает так, что вы этот текст не можете получить, и там будет «Нал», и это будет ошибка, и проверять на «Нал» это очень долго, и поэтому можно сделать так. Я говорю «Тест», вот это все вообще стираем, и мы уверены, хотим, чтобы вот что-то мы где-то получили, мы хотим в MessageBox увидеть этот тест, но может быть проблема, что он пустой, поэтому ставим два знака вопроса, вот такой лайфхак, и только в случае, если он «Нал», вот у нас напишется, допустим, «Нет». Вот, то есть «Нет», там ничего нет, или просто он скажет «Пусто». И вот смотрите, тест у нас ничему не был равен, то есть я просто запускаю программу, нажимаю, и он мне говорит «Пусто». Почему? А потому что тест у нас никто, то есть ты его создал, но там ничего нет. Вот если бы в этот тест что-то поместилось, тогда было бы удобно. Вот, то есть вот так вот применять с «Нал». Я хороший пример, не знаю, привести или не привести, но еще раз говорю, вот я для спонсоров, для тех, кто прям вот хочет заморочиться, например, прям надо заморочиться, вот. Я отдельное видео снял, прямо после этого видео, именно по «Налу» был, где это может быть интересно, потому что в очень, я думаю, редких случаях, но я вот заморачиваюсь, например, у себя в проекте, то есть по свойствам, полям и так далее, чтобы мне лишней производительности не было. То есть им нужны живые такие примеры. Но на «Налу», как вы поняли, в принципе, вот отдельный урок снимать про «Налу». То есть вот два вопроса, и вы что-то получили. То есть мы говорим, допустим, там, допустим, некий тест, вот мы хотим вывести, а он пустой. Ну ладно, раз пустой, пускай будет тест 2. А и он пустой, тогда будет тест 3. То есть, понимаете, это «Налу» можно вот так вот бесконечно проверить. Два знака вопроса. Вот если непонятно, задавайте вопрос, но в основном, вообще это редко используется. Ну, например, вы хотите с реестр что-то достать, да, и вы знаете, что мне нужно проверить «Налу», например, «Гет» знак вопроса, вы проверили, а потом еще и параметр, но его может не быть. И если его нет, вы ставите один знак вопроса, как я показывал, «Налу» и перегоняйте его «Тустринг». Но «Тустринг», ребят, он уже автоматом не будет «Налу», потому что вы его уже перевели, он как бы, вот этот вот параметр по умолчанию, да, он как с кавычками, он пустой, но он не «Налу». И тут получается как бы конфликт, и вы думаете, ёлки-по, как же мы его проверить, то есть на «Налу» проверить, а потом «Тустринг» писать? Нет, можно проще. То есть пишите до конца и прям, но если он «Налу», то есть два знака вопроса и «Извините, пусто». Вот, то есть такие вот как бы можно делать. Но это опять же для тех, кто запаривается по таким вот вещам, если это нужно. По сути, сегодня я рассказал вам всё, вступительное такое слово, вступительное видео, как и говорил, меньше, чем за полчаса, то есть за 25 минут успел всё рассказать, чтобы не растягивать вот эти отдельные темы, которые я сейчас рассказал в отдельных видео. Зачем? Ну, сейчас снимем такое вот прям продолжение, а потом уже буду снимать отдельные уроки, вот после этого сейчас вот буду снимать следующие, по которым люди что-то спрашивали, не понимали и так далее. А у меня на этом всё. Как обычно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока.